Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 10 апреля, Православная Церковь совершает память мученика Баяна, князя Болгарского. Святой мученик Баян, князь Болгарский, пострадал за веру во Христа около 830 года. Когда на болгарский престол вступил его брат, язычник Маламир, благоверный князь Баян обратился к нему с просьбой освободить из заточения христианина Кенамона, который долгое время находился в заключении, потому что отказался участвовать в языческом жертвоприношении при князе Обритом предшественнике князя Маламира. Желание благоверного князя Баяна было исполнено, и он, увидев до крайности истощенного Кенамона, спросил, за что он так страдал. В долгой беседе просвещенный христианин объяснил князю-язычнику заблуждение язычества и необходимость христовой веры для спасения. В конце дружеской беседы он сказал князю, «Без Христа Иисуса нет света для ума, нет жизни для души. Он один и учитель человечества, и спаситель наш, примиривший правду Божию своей смертью с виновным человечеством. Не желаешь себе погибели? Веруй в Господа Иисуса». Князь Баян с радостью принял святое крещение. Новообращенный благоверный князь, познакомившись с христианским благочестием, проникся искренней любовью к молитве, посту и богомыслию. Маломир, узнав об обращении брата в христианство, потребовал от него отречения от христовой веры и возвращения к язычеству. Однако святой князь Баян решительно ответил, «Я гнушаюсь языческими идолами и почитаю Христа, истинного Бога, и никто не может меня отлучить от любви ко Христу». Маломир, услышав ответ брата, приговорил его к смертной казни. Перед мученической кончиной святой князь-исповедник пророчески произнес, «Вера, за которую я умираю, распространится по всей болгарской земле. Напрасно надеются остановить ее моею смертью. Будут воздвигнуты храмы истинному Богу, и служение ему не прекратится, а идолы и скверные жертвенники исчезнут». С последним пророческим словом он обратился к брату Маломиру. «От своей жестокости ты не получишь никакой пользы, и скоро тебя постигнет смерть». Предсказание святого мученика, убитого мечом, прежде всего исполнилось над его братом. Вскоре Маломир умер, и поскольку он не имел наследника, престол наследовал его старший брат Пресиан. Сын князя Пресиана, святой равноапостольный князь Борис в святом крещении Михаил крестил впоследствии болгарский народ. Исполнилось и это пророчество святого мученика князя Баяна. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Илариона Нового, игумена Пеликицкого, преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Треглийского, преподобного мученика Евстратия Печерского в ближних пещерах, преподобного Илариона Пскова-Езерского-Гдовского, мучеников Ионы и Варахисия и других с ними, исповедника Николая Постникова-Пресвитера, священномученика Василия Малинина-Пресвитера, мученика Иоанна Чернова. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok